итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить gran turismo 3a spec для второй playstation ну и в прошлой серии мы с вами в лиге beginner прошли чемпионат лансеров заводской ну и в этой как я говорил в этот же самый чемпионат пройдем в лиге средний вот он будет конечно посложнее проходить будем как я уже говорил в прошлой серии на руле продолжаем и давайте договоримся сразу если кому-то не нравится этот вид потому что на руле я буду ездить только от вида с бампера потому что на виде от третьего лица нереально на руле ездить так вот если кому-то не нравится этот вид и хотят вернуть вид от третьего лица пишите под этим видео вот если будет много просит таких то конечно я тогда вернул вид от третьего лица будем снова проходить с этого вида ну естественно тогда я буду снова ездить на джойстике как я уже сказал потому что на руле нереально ездить вот и до третьего лица я не собираюсь учиться упарываться переучиваться не будет такого так что пишите под этим видео ваши пожелания хотите вы этого или или оставить все как есть вот ну что же начинаем как вы видели я тут под прокачал немножко наш лансер на мощность потому что это уже гораздо более серьезный чемпионат и даже я не уверен что вот этого будет достаточно то что я сделал но посмотрим еще что хочу сказать в общем по итогам вот этого чемпионата нам дадут одну замечательную машину вот и после этого можно будет приступить к сдаче раллийной лицензии по этим моим словам вы наверно поняли что за машину дадут по крайней мере какого класса но больше пока ничего не скажу щай будет сюрприз ну а мы тем временем отправляемся в битву с этой самой машиной априкат хилл в обратку одни сплошные лансеры ну по крайней мере эти лансеры не уезжают от нас в непрерывном таком темпе в принципе мы едем более-менее на равных хотя на старте там немножечко отрывались видимо все таки мощность что-то недостаточно есть по ходу чемпионата она еще будет у них возрастать вот смотрите что творит выходит вперед а да еще что хотел сказать это к слову о защите так скажем вот этого вида да здесь как бы не видно машины но плюс в том что правда вам он все равно не ощущается этот плюс он заключается в том что чувство машины здесь гораздо четче с этого вида и звуковые эффекты вот прислушайтесь к звуку первых звук мотора гораздо четче слышен и четче айяяяяяяй ну вот снова шестой так о чем я там о звуке звук четче и гораздо более разделен на компоненты то есть вот четко слышится турбина например свист ее Сам звук мотора гораздо более агрессивно здесь звучит, чем в виде от третьего лица Так что плюсы тоже тут есть Еще, заметьте, звук ветра есть Вот если в сликстриме ехать позади машины, то не чувствуется, ну, то как бы тише, да? А если идти на большой скорости просто в свободном потоке, то чувствуется слышен прямо звук ветра И с этой точки зрения, на туризме всегда были четкие звуки И сейчас они еще лучше стали Да, может быть, звуки моторов не самые реалистичные Но именно, вот, многообразие звуков и реалистичность очень хороши на поезде Вот, это правда Ну, вот сейчас еще плюс, кстати, того вида, что есть зеркало заднего вида Надо постоянно оглядываться Минус, правда, зеркало в том, что он немножко искажает расстояние до машины И не всегда можно точно понять, сколько до нее настало Вот Немножко он, как бы, удаляет Ну, вот, понятно Масштаб там меньше, конечно, зеркаль И на каком-то расстоянии машина вообще исчезает из зеркала Хотя на самом деле она не так еще легко Вот, поэтому, естественно, инстинкт остается И поэтому я все равно оглядываюсь назад Но зеркало, конечно, помогает все равно При езде на близком соперничестве На близком расстоянии Так, ну что же Вот, видите, здесь целых шесть кругов В этой гонке Поэтому, собственно, я и не стал проходить ее Этот чемпионат в прошлой серии Потому что она тогда очень длинная получилась Гонка получилась у нас достаточно длинная И, кстати, еще один момент Прошу заметить, что Здесь гонка еще длиннее стала Но Датчик резины исчез То есть здесь у нас резина Не стирается И это интересно, кстати говоря То есть не во всех поголовных чемпионатах Разработчики здесь ввели вот этот вот показатель Видимо, действительно экспериментировали И да, мне один из подписчиков Виктор Шилов написал, что В четвертой части, оказывается, датчик тоже есть Да, в одном из Точнее, у нас в первом призме было два телемоста уже Вот, я посмотрел Действительно, там есть датчик этот Но, кстати говоря Он-то есть Но какой-то он там интересный Он там Скорее, вот как мне кажется Он там показывает Про состояние Прогретости резины Вот Посмотрел я там На одном из телемостов Нашей гонки с вами И Заметил, что Резина там не стирается А она как бы просто Ну Оказано, что Как до зеленого Зеленого цвета доходит Все, на этом прекращается Процессы стирания Так скажем Сначала она фиолетовая Поэтому мне кажется Что там просто прогрев Показан Плюс еще она Неравномерно отображается Сзади и спереди На передней приводе В машине там Больше Зеленый цвет уходит То есть в оптимальную Температуру Передняя резина Подписана На ведущие Ведущие колеса Сзади Практически Фиолетовая Есть на подвижене Все гонки Поэтому Не уверен Что это Однотипная Дача Здесь и там Но это мы все В принципе Сможем Увидеть В дальнейшем Да Доберемся Если правда Доберемся До чемпионата Эндуранс Ух ты Вот смотрите Какой засранец Вон Кстати Очень плотно Идет Уже Последний Самый круг Сейчас начнется И Напрямую Это действительно Быстрее Чем я Вот Сейчас Зеркали заднего вида Видно Что Пытался Нас обойти Парнишка Так Не надо Браться Браться На ум Остался Последний круг И у нас еще один Соперник впереди Ланцера Переезжать Что-то как-то Шесть кругов Не очень хочется Достаточно Длинная гонка Такая Экшоновая Получается Боремся На протяжении Всей гонки С ними Интересно Конечно Интересно Вообще На руле Как-то Ну может Это так Совпало Но Как-то Гораздо Более Динамичные Гонки Получаются Так По мне Так Ну вот Вышли Вперед Но Он Прямо На хвосте Еще Висит Сейчас Есть Четкая Связка Такая Скоростная Веска Здесь Они Кстати Часто Вылетают Во вторую Часть Там Забор Надеюсь Что Сейчас Это Произойдет Так У него Ровная Последний Поворот Четко Выйти Фух Да Вроде Да Получилось Сейчас Уже Сможем Догнать Хотя Потихонечку Приближается Но Вот Он И Финиш Да И Лучший Круг Кстати На последнем Вообще Отличный Отличный Так Здесь Кстати За победу Уже Десять Тысяч Дают Вообще Отлично Крупные Деньги Да И Кстати В Ролейных Чемпионатах Действительно Машины Дают И Что Самое Главное Там Дают Машины Только Полностью Гоночные Полностью Прокаченные Это Вообще Круто Так Что Следующей Серии Наверняка Мы займемся Ролейной Лицензией Так Ну а Сейчас Давайте Перед Второй Гонкой Еще Прокачаем Наш Лансер Потому Что Во первых Там R11 Нас Ждет А Это Уже Очень Серьезная Трасса Трасса Сложная Теперь Станут Чуть Мощнее Поэтому Надо Выровнять Так Скажем Паритет Чтобы Был Так Вот За меньшие Деньги Почти Те же Лошадиные Силы Покупаем Интеркулер Ох 429 Лошадей Ладно Думаю Что Этого Пока Хватит Чтобы С ними На равных Ездить Вот Ну а там Посмотрим Может быть Еще Перед Последней Гонкой Потом Еще Турбин Потому Как Обычно На третьей Гонке Они Еще Мощнее Так Ну и Облегчение Первую Стадию Взяли Вот Поэтому Думаю Сейчас Во все Оружии Приступим К R11 Сложная Сложная Конечно Трасса Я думаю Что В третьей Часть Она Наверное Самая Сложная Все Таки Так Ребята В общем Это Третья Попытка На самом Деле Я Уже Плэйр Один Расширки Вкатиться Мне Нужно Было На руле В этот Раз Первая Попытка У меня Вообще Четвертым Финишировал В Ели Во второй Финишировал Вторым Ну и Вот Это Третья Попытка Надеюсь Здесь Уже Смогу Победить В принципе Предыдущие Попытки Я уже На последних Двух Кругах Даже Скорее Не на двух На последнем Круге Ехал Быстрее Чем Лидер Просто Ошибся Там И Не смог Обойти Так На руле Когда Вот Привыкнешь Уже Ехать Ну То есть Как Поворачивать Углы Поворота Вот Самое Главное Я Долго Чего-то Не мог Привыкнуть Здесь Особенно Здесь Такие Очень Крутые Повороты Медленные Поэтому У меня Получалось То я Слишком Мало Руля Крутну И Постоянно Бился Об Об Стенки Вот То Наоборот Слишком Много И В медленном Повороте Если Сильно Много Руля Давал То О Внутреннюю Стенку Наоборот Бился Не Внешне Ну В общем Сейчас Вот Как-то Ну В общем До сих пор Процесс Привыкания Идет Конечно Но Более Или Менее Уже Сносно Дается Самое Плохое Здесь Удавались Конечно Это Медленный Поворот Заметьте Как здесь Четко Слышно Двигатель Нашего Лансера И Турбину И Вот Сейчас Разгонимся Шум Такой Появляется Набегающий Поток Воздуха Когда Вид От Третьего Лица Тоже Это Есть Но Не Так Четко Если Спрятаться В поток От Передейдущей Машины То Этот Звук Исчезает Тихо Так Машина Начинает Идти Ну Понятно Там Как раз Разреженный Воздух Потому Что Так Ну Пока Вроде Б Неплохо Удается Держать На Приличном Расстоянии Крайне Мере Чтобы Они Не Смогли Атаковать Кстати Еще Количество Кругов Не Везде Шесть Тут Получается Четыре Всего Круга Вот Опять Это Место Красивейшее Новогоднее Такое Наверное Тут Дистанция По Километражу Как-то Выставлено Митфилд Покороче Поэтому Там Шесть Кругов А здесь Трасса Длинная Родина Сот Всего Четыре Да, ну Круто Конечно На руле С педалями Прям Ощущения Совсем Другие Сейчас Еду И Прям Наслаждаюсь Отвык я уже От руля Я вот Реально На руле Даже В шестую Часть Гран-туризма Уже Не ездил Ну Сгод Наверное Ну Может Нет Нет Вру Не Сгод Последний Раз На руле Я ездил Весной Точно Уже Не помню Это Когда Была GTA Академия В этом году Вот Я на руле У нее Гонял Участвовал А С тех пор Руль у меня Без дела Лежал Пылился Поэтому Подразучился На нем Конечно Ездить Отдельный Кайф Еще Конечно Это Газом Играть Блин Приятно Очень На руле Точнее На педалях Такое Чувство Контроля Приятное Так Подобрался Подобрался Ко мне Лансер Нехорошо Прям Уже В спину Дышит Я подрасслабился Но не в концовке Круга Особенно В предпоследней Шикане Мне так Догоняют Не очень Не удается Хотя В принципе Уже Гораздо Лучше Я стал Проходить Вот Эта Шикана Раньше Я тут Очень Много Времени Терял И они Прям Обходили Меня Здесь Так Идем В сторону Не даем Слипстрим Пытаемся Оторваться Хотя Сейчас В принципе По мощности Мы Вообще Абсолютно Одинаковые И нет Никого Преимущества На прямых Но правда И Ганди Капа Тоже Нет Ай-яй Последний Круг Очень Ответственный Так Надо Сейчас Здесь Подоторваться От первой Части Трассы В принципе У меня Лучше Ее Удаётся Проходить Но Блин Всё равно Сидит На самом Хвосте Зараза Глазище Мясами Сверкает Так Ну вот Чуть Чуть Его сбросил Мне Всё-таки Интересно Какой Была Причина Что Они Этот Участок Трассы Перестроили Ну Скорее Всего Считали Его Слишком Сложным Конечно Решили Упростить Ну На мой Взгляд Зря Подрастеряла Конечно Своего Колорита Трасса Она Вот Сейчас Без Той Связки Стала Просто Такой Городской Медленной Трассой С кучей Вот этих Шпилек 90 градусных Поворотов Растеряла Интерес Конечно Растеряла Только Тот Поворот Да Он Такой Трепет Вселял В Игроков Я бы Сказал Даже Священный Трепет А Сейчас Нет Сейчас Это Сейчас Это Исчезло Ушло Но Все равно Трасса Все равно Остается Сложной Ну И Вот Удалось Победить Опять Же-таки На Последнем Круге Лучший Круг Хорошо Приятно Так Ну R11 Вот Я больше всего Не переживал Так Десяточку Еще Заработали Отлично Так Ну Теперь Перед Третьей Гонкой Сейчас Мы Еще Ее Качнем Машину Туш Судя По Тому Как Мы Здесь Ехали Конечно В Третьей Гонке Они Будут Еще Мощнее И Там Мы Будем Тогда Проигрывать Тем Более Что Последняя Трасса Тоже Не Самая Простая Токио R246 Так Ну Что Берем Турбину И Смотрите У нас Уже Совсем Мощный Агрегат Получается Уже Больше Четырехсот Лошадей Хорош Хорош Лансер Нравится Мне Как Он Управляется Так Ну И Последнее Препятствие Между нами И призовой Машиной Это Трасса Токио Р246 Ну Надеюсь Сдюжим Приступаем Так Ну По крайней Мере Не Слабее Их Это Точно Разгоняемся Значит Мощности Уже Проигрыша Нет По-любому Ладно Теперь Надо Привыкать К управлению На этой Трассе Так Целых Пять Кругов Хорошо Когда Много Кругов С одной Стороны Хорошо Вот С той Точке Зрения Что Есть Время Привыкнуть Даже Если Я Ошибся И Мне Подставился Блин Еще Один Тут Лезет Даже Если Вначале Сейчас Не Получится Ну Ехать На пределе То В общем Есть Маневр Для Привыкания В течение Пяти Кругов Можно Подпривыкнуть К управлению И Поднажать Блин Затолкали Просто Запихали Звуки Столкновений Тоже Не Особо Такие Реалистичные А Не Так Вот Вернулись На шестую Позицию Ну Этот Круг Чисто Такой Знакомительный Тоже Достаточно Такая Сложная Трасса Узкая Но Интересная Интересная Конферация Поворота Здесь Хоть Она И Городская Но Достаточно Скоростная Поэтому Собственно Городская Тоже Интересная Скоростные Трассы Интереснее Так Смотрите Лезет Там Позади Идет Пытается Обойти Фактически На равных Напрямую Идем Колесо Колесо Так Надо Поднажимать Лидер Уже Почти В 4 Секундах Главное Сейчас Откругой Кругу Прибавлять Прибавлять Наращивать Темп Находить Где-то Какие-то Миллиметрики Доли Десятых Секунды Прибавить Опять Пендюрился Ну блин Не удается Пока Приближиться К лидирующей Группе Ай-яй-яй Хорошо нехорошо да, захватывающая конечно в трассе захватывающая гонка хочется если честно с первого раза в ней победить конечно чтобы не перезапускать так, ну одного еще отжали в принципе так, если на каждом круге по одному отжимать то как раз к последнему кругу выйдем лидером мне что-то казалось, что лидер совсем далеко уехал а нет, он тут они далеко друг от друга идут что-то между собой борются хорошо ребятки, ну-ка дайте-ка дайте-ка место новому поколению так шестой по-моему ланс впереди или пятый шестой все-таки что-то кстати седьмая эволюция только у меня получается что-ли новое поколение бьет старичков ай-яй-яй-яй о, молодец чувак подставился ай-яй-яй да иди ж ты блин, вот зараза а визит прямо так ну ладно, вроде вышли прямо в спину лидеру надо сейчас оторваться от позади идущих ну и догонять потихонечку лидера время в принципе еще есть так, ну время на круге тоже смотрю потихоньку падает хорошо чуть-чуть чиркну по стене блин, вот эти вот небольшие помарки они не дают догнать уже приблизиться прямо к лидеру но как бы хорошо чувствуется, что потенциал есть поэтому главное вот исключить эти помарочки и смогу его обойти так, ну вот наконец-то в этот поворот вошел не чиркнув блин, пусть позади тоже держится близко чувствую, что тоже все будет решаться на волоске в общем так так ну правильно уже предпоследний круг к концу близится блин, а он еще и отрывается но в последнем повороте они, кстати, достаточно медленные есть шанс тут Главное приблизиться на дистанцию атаки видите, он очень медленный здесь надо, надо поднажать, поднажать блин последний круг начинается еще чуть-чуть буквально на несколько там сотых но лучше все-таки этот круг чем предыдущий оказался ух а, ну он тоже пиндировался чуть-чуть кстати, его внешнюю стену он не сильно оторвался из-за моей ошибки блин, ну смотрите как это прям вот отгрызаем у него по миллиметру трассы так, давай-давай, скудер, соберись так, давай-давай, скудер, соберись не хочу я второй раз тут ехать серия так уже подзатянулась ну точнее не подзатянулась, нормально в таком режиме идем как я и рассчитывал где-то около полчаса но если будет еще одна еще одна попытка, то конечно тогда затянется уже к часу туда ох блин, 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 блин главное к нему подобраться вот сейчас последняя попытка атаки будет в последнем повороте далековато он, далековато зараза ай-яй-яй-яй ну, Бадну, есть, есть, есть повело его чуть-чуть, ой, отлично у есть все прошли то я уже думал что все даже на этом торможении не дотянуть до него да экшоновая гоночка смотрите еще чуть-чуть буквально чуть-чуть но все-таки последний круг самый лучший что буквально там 40 тысячных да я смог 109000 хорошая хорошая так ну что же вот чемпионаты пройден не без труда но тем интереснее думаю и вот смотрите какая же машина томми томми мякинин lancer evolution 6 раллийный полностью прокачанный вот о нем я и говорил есть теперь у нас раллийная тачка собственно говоря теперь мы готовы участвовать в ралли за исключением того что нужна еще лицензия ну лицензией мы займемся следующей серии вот да и собственно говоря у нас и кольцевые лицензии то надо в принципе проходить уже до конца так сейчас посмотрим профессиональной лиги чё нам тут требуется ну смотрите здесь уже минимум international b надо уже даже последний гонки и с класса с лицензия так что да надо уже наверно проходить все лицензии ну посмотрим в общем на очереди у нас лицензия раллийная первоочередная задача и проедемся начнем дальше там гонки раллийный там уже я говорил дают полностью прокачанные тачки поэтому у нас уже будут серьезные машины для серьезных чемпионатов но опять же для серьезных кольцевых чемпионатов нужно уже и лицензия серьезней ну а в этой серии вот такого вот красавца мы заработали даже интересно что вот ну вместо рекламы мальборо написано вот имя гонщика выступающего на этой машине туми мякинен ну что же на этом давайте прощаться задача минимум выполнена повторюсь что пишите под этим видео ваши пожелания нравится ли вам эта камера или нет если говорю что наберется много отзывов о том что надо вернуться к камере от третьего лица чтобы машину было видно ну тогда буду переходить снова на нее и на джойстик ну а так спасибо всем огромное что смотрели подписывайтесь комментируйте ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и на группу вконтакте все ссылки есть под этим видео ну а с вами как всегда был скудер увидимся в следующей серии всем счастливо и пока пока